Здравствуйте, коллеги! Давайте начнем разговор о том, как можно провести сегментацию клиентов. Какие для этого используются методологии и как реализовать сегментацию клиентов с помощью программных продуктов клик. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о сегментации. Как известно, одной из главных целей маркетинга является выстраивание отношений с клиентами из сегментов, которые сейчас высоко прибыльны или же станут таковыми в скором времени. Поэтому расчет показателей, таких как выручка, прибыль на сегментном или микросегментном уровне является основой успешного маркетинга. Важность сегментации рынка сложно переоценить. Если вы будете работать именно со своими клиентами, то доходность и прибыльность вашего бизнеса будут на высоком уровне. И наоборот, если вы будете слишком много внимания уделять клиентам, которые мало рентабельны или вообще не рентабельны, то вы ставите тем самым под угрозу существованию всего вашего бизнеса. В данном видео я хочу рассказать о таком способе сегментации клиентов, как закон Паретто. Как известно, закон Паретто гласит, что 20% усилий дают 80% результата. В части сегментации можно сказать, что, скорее всего, в вашем бизнесе 20% клиентов приносят 80% дохода или даже прибыли вашему бизнесу. И мы сейчас займемся тем, что научимся определять эти самые важные 20% клиентов. В прошлый раз мы рассматривали с вами, как провести сегментацию клиентов по принципу Паретто в программном продукте ClickView. Сегодня давайте посмотрим эту же тему, но с использованием программы ClickSense. В ClickSense произвести сортировку клиентов по принципу Паретто можно, но для этого надо записать специальную формулу. Потому что в Sense невозможно сделать аккумулирование значений непосредственно в пользовательских настройках. Давайте посмотрим и разберем, что представляет собой эта формула. Для начала создадим новое приложение и назовем его Паретто. Взойдем в редактор скрипта. Создадим новую вкладку и тоже назовем его Паретто. Создадим новое подключение к папке, где хранятся наши данные. Загрузим первую таблицу данных. Переименуем наши таблицы в более понятные наименования. Продажи и реквизиты. По-прежнему мы имеем два одинаковых поля, но они поименованы по-разному. Приведем их в соответствие. Загрузим данные. Просмотрим нашу модель данных. Видно, что у нас загрузились две таблицы и они соединились по ключу код клиента. Создадим новый лист и тоже назовем его Паретто. С помощью drag and drop вытащим таблицу и зададим ей измерения, а также меры. Мерой будет сумма продаж. Назовем ее продажи. И отсортируем по продажам. Мы получим таблицу, где данные по продажам отсортированы по убыванию. Создадим еще одну меру. Где посчитаем отношение продаж по каждому клиенту к общей сумме продаж. С использованием функции Total. Назовем ее доля продаж. И подберем соответствующий формат. В процентах. Здесь функционал похож с ClickView. Добавим еще одну меру. И вот здесь нужно ввести специальную формулу, которая будет суммировать значение предыдущих строк. О том, какие функции используются и какие аргументы этих функций, можно посмотреть в справочной системе ClickSense. В принципе, там все достаточно понятно. Продолжение следует... . То, когда, да, да. Я вам предложу, кстати, joints за то, что вы хотите барабельноسم говорят в книгу, ведь она можетiorа поурINEERS, что происходит линей. Что-то пошло не так. Назовем поле «Накопленная доля продаж». Возможно, это поможет. Вернемся в строку «Формул» и разберемся, в чем проблема. Видно, что красным отмечено, что есть ошибка в поле «Роу-намбер». У нас не задан аргумент. Вот, все получилось. Но у нас имеются проблемы с сортировкой. Давайте ввернемся в поле «Настройки сортировки». Изменим продажи на наименование и поставим специальную формулу. По которой будет сортироваться наша таблица. В частности, она будет сортироваться по сумме продаж. Вот мы видим результат. Мы добились ровно такого же результата, как и в ClickView. Накопленный объем продаж. Посмотрим, как это выглядит в приложении. Видно, что по-прежнему 80% на компании «Ротек». Вот так происходит в ClickSense сегментирование клиентов по принципу «Паретто». Надеюсь, что это видео было вам полезно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки. Заходите на мою группу в Facebook и в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.